Мы начинаем бухкальный массаж с лимфодренажа. Для начала нужно расслабить лимфу. Лимфа у нас течет как кровь, поэтому работаем очень медленно, как протекает кровь. Эти упражнения можно делать даже дома самостоятельно. Как шея залог красоты молодости, нам нужно шею всегда расслаблять и вытягивать вот такими вот движениями. Достаточно всего пару минут в день, и шея заметно преобразится. Приступаю к третьему этажу лица. Наше лицо можно разделить на три этажа. Верхний, нижний и средний. Сейчас я работаю над нижним этажом. Для очертания контура. У Тимура тут все стоя. Чувствуете? Ну, может быть, да, вправо побольше. Также я всегда рекомендую в домашнем самомассаже работать с ушами. Уши от ушей зависит наша память, наша внимательность и работа головного мозга. Поэтому вот такими движениями это нужно делать утром. Мы разогреваем ушки, даем хороший поток крови. Заряжаем на хорошее настроение, память на весь день. Часто застойные места. Их нужно начинать очень плавно, медленно массажировать, так как сразу, если грубо начинаем прорабатывать, то можно получить травму в организме. Даже локально поднимется температура, что пагубно будет влиять на здоровье в целом. Нет болезненных еще? Нет. Мужчины чаще всего любят пожестче, побольнее. И прорабатываем шею. Переходя, это очень приятные ощущения, их также можно делать дома самостоятельно. Просто слегка вытягивать волосы. Третья. 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 Вос攤. Быстрая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также хорошо расслабляют мышцы лба... Такие движения... Называется «Лапки кошечки». Продолжение следует... 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 Расслабляем эту зону плавными движениями. Если вы посмотрите в себя, увидите, почувствуете, здесь два больших в этих местах шарика. Эти шарики очень важно разминать. Они происходят от большого количества разговоров. Их важно именно прорабатывать мягко. Вот этот шарик. Мы его прорабатываем. Расслабляем. 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 Спасибо. Этими движениями я показываю, что данная часть массажа завершена. Я приступаю к букальному. Букальный массаж лучше делать перчатками на размер меньше, чтобы не повредить слизистую. Беру небольшое количество масла. Такими движениями можно увеличить на некоторое время даже губы. Я себя лучше встану. Можно же, да? Никаких болевых ощущений. Обычно не у проработанных мышц на лице здесь можно ощутить спазмированные мышцы, а именно на слизистой, такие уплотнения. Тимура этого всего нет. Поэтому никаких болевых ощущений. Только приятное поглаживание. Так. 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 А в подбородок. На подбородке есть некий спазм. Чувствуете уплотнение? Прелесть букального массажа тем, что мы можем проработать не только поверх кожи наши мышцы, но и внутри, поэтому это наиболее эффективно и приравнивается даже к инъекциям и пластической хирургии. Букальный массаж придумали во Франции косметолог. Я не скажу. Он может быть эстетически выглядит не очень привлекательно, но очень классно прорабатывает все изъяны. Чаще всего лучший эффект достигает полный курс массажа. Это от шести до десяти, до двенадцати даже приемов. Работать даже можно в случае после инсульта. Мышцы у нас всегда задействованы при улыбке, при разговаривании, разговоре, поэтому с ними очень важно больше времени им уделить, чтобы их расслабить и даже внешний человек легко может после первого сеанса уже видоизмениться в лучшую сторону, так как у нас очень много искажений из-за той же мимики, из-за удерживания злости разных каких-то чувств, которые человек себе задерживает, это отображается на его лице. Кисетные морщинки, которых нет у Тимура. Ну и пусть такого массажа не будет. Здесь также у нас находятся мышцы, которые важно расслаблять. Расслабляю я их мелкими упругими движениями по четыре раза. Остановка и снова по четыре раза. Пальцами указательными я чувствую с обратной стороны. Сначала такое движение, так называемые очки. Мы прорабатываем лимфу. Вся работа букального массажа должна происходить. плавно, это очень важно. Резкие движения могут как-то повредить слизистой. И так как мы в основном зачастую прорабатываем мышцы, кровоток и лимфу, лимфа, она течет у нас медленно, как кровь. И для качественной работы мы именно проделываем такие движения. И для качественного движения. Очень классно работать с губами без гелоруна. Так очень мягко. И, кстати, мы не сделали фото до. Было бы интересно посмотреть на губы. Интересно, думаю, зрителям. И для качественного движения. И для качественного движения. И для качественного движения. Можно, наверное, повредить. поднимаем зону. Это упражнение хорошо убирает брылья. Для тех, у кого они есть. Они также могут дома самостоятельно делать такие упражнения. И для качественного движения. И для качественного движения. И для качественного движения. Продолжение следует... 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 Маска достаточно быстро впиталась, но нужно подождать 15-20 минут и смыть ее. Спокойно можно делать эту маску на всю ночь. Время экспозиции уже прошло, смываем маску. Кстати, не проговорила, когда мы делаем массаж, очень важно смотреть на тип кожи. Если человек склонен к эмидонам, если у него очень жирная кожа, то, конечно, маслом не всегда хорошо пользоваться при массаже. Есть массажные крема, есть массажная вода на основе масел. Очень много разных лайфхаков, как не навредить коже. Еще мы смотрим на такие моменты, как купероз. Очень много куперозников и не всегда можно делать достаточно жесткий массаж с такой проблемой. Мы можем усугубить и никаких, конечно, распариваний. Поэтому водичка всегда должна быть нейтральной. Кожа все равно имеет вид свежести. Все равно кожа имеет вид свежести после ухода, после масла, после разогрева. И, конечно, после качественной косметики. Мы закончили. Мне процедура понравилась. Был много обучающей интересной информации. Спасибо вам. Пожалуйста.